Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана – это один из основных положений, озвученных главой государства в его нынешнем послании. В стенах одного из старейших вузов Алма-Аты студенты вместе с депутатом Сената обсудили амбициозную задачу главы государства – войти в тридцатку самых развитых стран мира. В ходе встречи была особо подчернута роль образования и инновации в экономике страны. 10 вызовов современности, которых я озвучил, которые написаны в послании, есть вызовы современности. В условиях 10 вызовов нам надо будет реализовывать и войти в число 30 конкурентоспособных стран. Эта задача очень сложная, для этого нужно инновационное мышление и инновационное мышление. Без инновационного мышления мы шагу не сделаем. Инновация – это новость, новость нового направления. А президент нашей страны требует абсолютной инновации. В политическом документе сказано, что необходимо кардинально модернизировать содержание, методики и технологии всех уровней образования. В первую очередь создать развитые системы дистанционного и онлайн обучения, активно развивать государственный язык и трехязычие. Теоретическое знание должно быть приплетено практическими знаниями. Практика, теория должно быть совместно, параллельно идти, чисто практические работы. Особенно это касается инновационной технологии. Инновационная технология, без инновационной технологии в современном мире, в современном экономическом пространстве это невозможно жить. Уже с 1 сентября прошлого года в 30 вузах страны начата подготовка специалистов на английском языке по отдельным предметам. Со следующего учебного года начнется переход на трехязычие во всех школах Казахстана, а в дальнейшем отдельные предметы будут преподаваться на английском языке. Для исполнения одного из поручений президента по интеграции в международное образовательное пространство в казахстанских вузах уже готовят 5,5 тысяч учителей для преподавания предметов на английском языке. Айрки Ермехтук, Молдак Усаинов, телеканал Алматы.